Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал, начинаю новый влог, и мы тут с утра с мальчишками, точнее мне нужно было поехать по делам, и я взяла мальчишек им для разнообразия, ну и оставлять их одних дома тоже не хочется. Вот, в общем, мы тут зашли в обеденное время, скажем так, в торговый центр, я, кстати, зашла в Ревгош еще, вот, ну а в торговый центр мы зашли для того, чтобы, ну скажем так, пообедать, перекусить что ли здесь. Это торговый центр Меркурии, на третьем этаже сделали такой вот, как ресторанчик, как, как-то кортфуд, или как-то так он называется, где можно в одном месте попробовать много-много разных блюд, в общем, супер. Всем снова привет, мы приехали домой, девочки, я не знаю, как люди живут в городе, такое пекло, просто невыносимо, машине нормально, в торговых центрах нормально, во всех остальных местах это просто какой-то кошмар, просто, мне кажется, асфальт вообще раскаленный, хотя 26 пишут у меня, машина у меня писала 26, а по прогнозу 24 сейчас, вот, ну в общем, духота, конечно. В общем, нагуляла я мальчишек, мы приехали, уехали утром, приехали сейчас уже время 4 часа, вот, но зато я сделала все дела, мальчишки тоже для разнообразия со мной покатались, вот, и зашла я в магазин, нужно было покормить мальчишек обедом, соответственно, ну вкусняшками всякими, конечно же, вот, вознаградить за терпение, и я успела даже заскочить в магазин Ревгош, девочки. Купила там, сейчас вам покажу, и еще я получила остатки заказа в Альберис, первая часть этого заказа я вам сейчас вставлю, покажу. Съездила сейчас, получила свой маленький такой заказик в Альберис, самое главное, я заказала, на самом деле, вот это средство для мытья посуды, вообще оно в 5-литровых канистрах, но я решила начать вот с такой маленькой, в конце концов, можно потом заказать 5-литровую и сюда переливать. Средство для мытья посуды, вот это Либай, наверное, так правильно называется, да, как правильно звучит вот эта марка, вот, для мытья посуды, овощей и фруктов. Всегда вот стараюсь брать, что можно было еще, конечно же, фрукты помыть, вот, я мою этими средствами, вы же знаете, столешницы и все-все-все-все-все-все, поэтому у меня такое универсальное вот это средство. Вот, и это я заказала мальчишкам, на самом деле, вот такой вот маленький мячик купила в бассейне, он такой, ну, надувной, такой маленький совсем, что-то недорогой, там 100 рублей, что ли, стоил что-то в этом духе. И вот такую игру, городки, я на самом деле в нее никогда не играла, но мне что-то так стало интересно, мне кажется, моим мальчишкам точно будет подобная игра интересна, в общем, они меня уже тут распаковали, ну, и пошли, вот, ну, прикольно для мальчишек, да, как раз эта игра подразумевает на двоих играть. Надо будет только правила в интернете почитать, потому что я не знаю, какое-то закрытое письмо, часовые, в общем, фигурки выстраивать, в общем, класс, ну, мои мальчишки любят подобные, вот, вообще, я им часто, кстати, всякие разные игры стала на Вальбрис тоже заказывать, но что-то вам не показывала, вот, ну, и вот это средство попробую, тоже потом вам расскажу, такой маленький заказик с Вальбрис, ссылочки оставлю. А это у меня, получается, мои остаточки дошли, ну, да, получается, остатки, вроде бы там все, надо будет еще раз перепроверить, вот, потому что у меня один раз было такое, что мне на пункты выдачи не додали один товар, я потом вернулась, но, благо, все хорошо, девочки у нас очень хорошие, такие, ну, всякое бывает, тем более сейчас такая жара, и голова вообще, мне кажется, не соображает ни у кого сейчас, вот, в общем, давайте покажу рифгош, а потом покажу остатки моего заказа с Вальбрис, в общем, я там постоянно заказываю, 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 я еще там, знаете, как дело, бросаю в корзину, два-три дня хожу, потом что-то удаляю, что-то добавляю, потом, в итоге заказываю, короче, как-то так, давайте вам покажу, если что, у меня тут шумит мой, мой охладитель, потому что невозможно, так, Вальбрис почему-то всегда в пакетике Сазон, а это пакетик Рифгош, давайте начнем с Рифгош, значит, что я приобрела, я целенаправленно шла к стойке иллюминет, я приобрела кучу продуктов, ну, на мой взгляд, кучу, от этой марки, так, тут мой чек, сейчас я по ценам тоже вам скажу, все, значит, мне часто очень попадались пробники иллюминет, я, наверное, много раз вам тоже показывала, постоянно, кстати, Рифгош тоже мне дал пробнички, сейчас покажу, какие, вот такие, от Гарнир, гиалуроновая сыворотка, видите, я тут тестила всякие помады на руке, гиалуроновая сыворотка, ну, я, кстати, с удовольствием попробую, но Гарнир у меня обычно не очень хорошо заходит, ну, попробуем, вот, короче, у меня была куча-куча-куча-куча пробников, эти люминет, и часто, очень часто мне попадались, попыталась линейка с витамином С, вот эти два продукта, точнее, не так, вот этот и крем, но дневной, мне очень часто попадалось, и мне безумно понравились эти продукты, я буду, конечно, дальше продолжать пользоваться, распробую, посмотрим, но, так как дневной крем у меня есть, а ночного у меня, ночной у меня закончился, я решила купить люминет, вот это вот линейка с витамином С, именно ночной крем, вот, попробую его, именно ночной я не пробовала, а дневной в пробниках, у меня их было очень много, штук 10, наверное, я обязательно попробую, вот, и потом обязательно тоже расскажу, также я взяла сразу крем для области вокруг глаз, я про него читала много положительных отзывов, так, давайте сразу по цене скажу, ну, значит, у меня вот этот крем ночной для лица обошелся в 1698, крем для области вокруг глаз, 1698 тоже, а это я взяла сыворотку, ну, это как бы сыворотка, ну, это не сыворотка, это как бы коктейль для лица, 1998 рублей, вот этот коктейль, это нечто, единственное, что он масляный, маслянистый такой, вот я его наносила на ночь, даже не закрывая сверху никаким кремом, утром просыпаетесь, кожа, вот просто как будто, я не знаю, вам всю ночь делали какой-то лифтинг, ну, не лифтинг массаж, а просто массаж лица, у вас хороший цвет лица, кожа такая гладкая, приятная, напитанная, увлажненная, в общем, вот это средство, вот это средство, я его пробовала в пробниках, у меня их было много, штук 10, наверное, это точно, и мне очень-очень понравилось, вот это средство, поэтому я его взяла, но оно такое, реально масло, вот, ну, это масляный эликсир, считается, но это маслица, подойдет для сухой кожи, в особенности, для жирной, наверное, мне кажется, нет, вот так вот выглядит, я ссылочки оставлю, купила в рюкбошках, как я сказала, да, и вот еще крем для области вокруг глаз, его я не пробовала, но с удовольствием попробую, но вот это средство, по крайней мере, в пробниках, мне понравилось очень, поэтому я купила себе как раз, но это тоже я буду наносить на ночь, и это на ночь, и, наверное, крем для области вокруг глаз тоже буду наносить на ночь, также я, марка Аравия, увидела, что стала она продаваться в рюкбош, раньше я ее не видела, я решила попробовать вот такую маску, лифтинг с муцином улитки, Аравия еще продается на фармакосметике, мне кажется, на фармакосметике она чуть подешевле, ну, на мой взгляд, хотя, может быть, и нет, я на самом деле цены не сравнивала, я просто так как зашла, думаю, ну, надо брать, попробовать, потому что очень хотела попробовать, и вот эта маска стоила 959 рублей, баночка здесь, сколько миллилитров, 150 миллилитров, вот, достаточно большая, давайте откроем, посмотрим, что там у нас внутри, как выглядит, ну, Аравия, вот это вот, у них крем-парафин для ног, средства для ног, рук очень хорошие, мне очень нравятся, вообще, это российское производство, но средства очень хорошие, наверное, не все, я буду пробовать, вот, ну, где буду видеть, на фармакосметике, может быть, также закажу, буду заказывать, так, не открыть, а, такой он, кремообразный, я-то думала, что он такой гелевый будет, но он как кремушка, такая приятная косметическая душка, ну, в общем, попробуем, с максином улиточки, тоже потом вам расскажу, но 900, 900 рублей, это не бюджетно, я считаю, вот, там для жирной кожи, они подешевле, они по 650, там, что-то рублей, ну, в общем, в принципе, косметика должна быть достойна, отзывы неплохие, мне даже, кстати, кто-то из девочек писал, про вот это средство, хотела еще какой-нибудь BBC-си крем купить, но я была с мальчишками, поэтому сильно я там не разгулялась, но, так, все у меня там, да, нет, еще не все, вот еще, вот, но накупила кучу помадок, точнее как, марка Гош была там на распродаже, и, ну, единственное, что мало, что интересного осталось, тональных средств никаких не осталось, тени мне не нужны, помадки там, ну, остались такие неходовые цвета, ну, в общем, зато остались карандашики, в общем, я приобрела вот такие карандаши, сейчас давайте я вскрою, один вот такой синенький для глаз, сейчас летом использовать, а вот это для губ, сейчас я их открою, покажу, ну, на руке, да, вам нарисую, покажу, а вот это, это Vivienne Sabo, вот такой, что это у нас, это у нас масло, маслица, вот такой для губ, вообще, я про него тоже слышала, сравнивают его с маслом от Clorans, что почти одно и то же, и вот такой вот, просто блесточки, тоже сейчас летом, с каким-нибудь из карандашиков, да, сверху блесточки, вообще огонь, вот такой блесток, блеск для губ, сейчас я вскрою, нанесу на руку и покажу вам, так, еле распаковала, вот все нанесла, давайте, значит, по порядку, да, во-первых, вот эти карандашики, которые автоматически, Гош, да, я все нанесла, все, они вот с этой стороны, вот сюда вот вставлена, вот это вот, такая мини-точилка, и здесь такой, ну, чтобы расстаршевать, такая вот штучка, прикольненький, но, как мне сказали в Ревгош, что этой марки, у них больше не будет, поэтому распродажа такая, так, это колпачок отсюда, значит, давайте, покажу вам, цвета, значит, вот 07, пинг, что-то там дальше написано, вот он первый, дальше я нарисовала, вот этим, да, да, вот этим, 0,3, вот он такой, и вот это красный 0,4, вот, дальше у меня вот это маслица, вот оно просто, видите, но я так понимаю, что оно, наверное, потом цвет, какой-то даст, или что-то даст, но выглядит как просто, и вот этот вот блеск, Vivienne Sabo тоже, оставлю ссылки, если они там есть, ну, в интернет-магазине Ревгош, вот, вот они такие, просто блесточки, такие красненькие, и вот такой синий карандаш, прикольный, смотрите, какой прикольный, матовый, он такой мягенький, вот этот вот, надо было, на самом деле, мне еще и черный взять, но я что-то как-то не подумала, черные там тоже были, 0,8 Crazy Blue, как раз для меня, в общем, вот такие вот у меня покупки, на самом деле, бегом-бегом-бегом, вот это я взяла, только потому, что было рядом со стендом Lumine, так бы не взяла, так, и давайте теперь, здесь у меня все эти самые, а, я забыла сказать, по ценам, карандашики для губ, вот эти два по 300, вот эти два по 306 рублей, вот этот карандаш для губ, 178, вот этот деревянный, который нужно подтачивать, вот эти автоматические, дальше, карандаш, вот этот для глаз, 276 рублей, и блеск, блеск для губ, 169, а масло, 299, вот, вот такие цены на это все, так, давайте теперь остатки моего Вальберес, так, и теперь заказ Вальберес, давайте с такого мелкого начнем, я заказала, мне очень понравилась, косметика Натура Сибирика, девочки, но я буду пробовать все, хочу перепробовать все, в общем, решила взять вот такой тоник, спреем, вот какой-то, тайга, доктор тайга, это от Натура Сибирика, в общем, девочки, попробую, расскажу, вот, тонус, эластичность кожи, в общем, супер-пупер, но вот маски, которые я брала с витамином С, от Натура Сибирика, это огонь, пады, которые очищающие, такие, тоже огонь, в общем, постепенно буду, я раньше пользовалась Натурой Сибирикой, шампунями для волос, очень их любила, потом что ушла от них, вот сейчас буду возвращаться, снова к этой марке, но мне очень понравилось, так, тоник, это тоже, домино, девочки, заказала простенькое домино, потому что мои мальчишки, их теряют, сейчас я, как оно открывается, я не знаю, еле открыла, в общем, вот такое вот домино, дерево, но это не совсем дерево, это типа фанерки, да, вот это все, и вот эти вот сами, короче, мы будем играть с детьми, смотрите, с другой стороны, никакие, дракончик нарисован, они типа тоже из деревяшки сделаны, в общем, вот такие вот доминошки будем играть, ну, мы часто вечерком, и не только вечерком, играем в всякие настольные игры, и у меня дети сами вдвоем тоже играют в настольные игры, также, все, начался июль, мы начнем заниматься, где-то с середины июля, подготовка к школе младшего сына, первый класс, да, вот как раз я взяла вот такие два тренажера, смотрите, они прикольны в вакуумной упаковке, то есть вообще ничего не повредится, здесь два тренажера, один по математике, второй тоже по математике, но здесь простые задачи, сотня, а здесь сложение и вычитание в пределах 10, вот как раз нам подготовиться, так, это у меня уже старшему сыну, английский язык, тетрадь для повторения и закрепления, но у нас углубленное изучение английского языка, это, наверное, даже если для него это будет слишком просто, ничего страшного, для повторения тоже нам подойдет, так, дальше, вот так вот выглядит словарь, ну да, здесь русский, математики, математики не вижу, русский в основном, что-ли, я вроде читала, что там русский, математика, в общем, не важно, математика, если что, здесь русский, наверное, да, да, смотрите-ка, ну ладно, у меня есть еще сборник диктантов, мы диктанты тоже пишем, ну мы по чуть-чуть занимаемся, максимум, я не знаю, там полчасика, час максимум в день, не больше, так, и это тоже у меня для младшего сыночка, тоже вот такое вот, математика, чтение, письмо, окружающий мир, логика, вот такие вот, что-то я это не посмотрела, это, наверное, русский только, да, девочки, ну ладно, если что, я вам еще математику закажу, вот, в общем, будем, будем заниматься, и самое главное, девочки, что сейчас очень-очень актуально, я заказала вот такой вот крутой лимонадник, единственное, что я взяла на 3 литра, есть и побольше размер, тоже оставлю вам ссылочку, был по акции, смотрите, какая коробочка прикольная, это обычная 3 литровая банка, вот с такой вот ручкой, с крышкой завинчивающейся, и здесь вот будет вот такой вот кранчик, можно просто эту банку заказать, а можно вот с такой поставкой, я взяла сразу с подставкой, единственное, что вот это вот, это металлическая, такой вот кранчик, его сюда вставляешь, и можно здесь сделать лимонад, и можно оставить в холодильнике, прямо с холодильника наливать, можно так-сяк, здесь вот инструкция, как все это завернуть, я как раз сегодня сделаю лимонад, на завтра, хотя завтра вроде бы дожди обещают, но неважно, согласились, вот эта крутая штука, я на Вальбересе только такого нашла, вообще до этого нигде не видела, вот, так что буду как раз делать лимонады, я делаю лимонады просто вода, там апельсин, лимон, в общем, любые цитрусовые, мята, немножко сахарку, все это, и вообще отлично, можно газированную воду залить, можно простую воду, но вот сюда, наверное, простую воду, потому что у меня газировки столько нету, у меня всего полтора литра осталось газировки, и вот такая вот подставочка, ну подставочка, конечно, ерзает, вот так вот, но я надеюсь, что хотя бы лето у меня все это проживет, и надеюсь, что вот здесь вот не будет протекать, если будете такие штуки смотреть, читайте отзывы, там некоторые пишут, что протекают, так, вот и все мои заказы, и покупки, вот, так что, переделала все свои дела, и попутно все забрала, девочки, хотела показать, я уже начала делать заготовки, на зиму, кто уже тоже начал, напишите, что вы уже начали делать, вот, так как у меня еще огурцы не выросли, ничего не выросло пока что, пока что, вот, я решила в этом году сделать консервированные, так, тут у меня куча полотенца, это я только-только вот сейчас сделала, консервированные априкосы, девочки, смотрите, как априкосы, ну не прелесть же, а, ну вкуснятина, слушайте, не знаю, взяла рецепт, делаю первый раз, до этого я, как-то очень давно, может быть, лет 10 там назад, делала, такие, ну как бы, компот из абрикосов, но он у меня получился тогда, очень такой, концентрированный, и получились абрикосы, как консервированные, одним словом, да, в этот раз я решила сделать не компот, вот муж мне купил, сколько тут килограмм, я не знаю, я, кстати, забыла, мужу спросить, сколько он мне привез, я решила сделать именно консервированный, то есть на таком сладком сиропе, то есть, что у меня был такой густой сироп, я бы так сказала, и абрикосы, во-первых, это занимает меньше места, и меньше банок, у меня, кстати, их не так уж и много банок, поэтому мне еще нужно огурцы же делать, и все остальное, поэтому такой вариант для меня очень классный, вообще я компоты на зиму не закручиваю, ну, потому что их особо у меня никто не пьет, я замораживаю обычно ягоды всякие, да, вот, но вот это я решила абрикосики сделать вот такими, не знаю, как получится, девочки, но я напишу вам рецепт, здесь с лимонной кислотой, ну, как обычно, да, чистим, выкладываем в стерилизованные баночки, заливаем горячим сиропом, стоят 15 минут баночки, потом выливаем сироп, еще раз кипятим, и еще раз разливаем по банкам, вот такая суть, в принципе, как и компоты делается, просто больше сахара сюда добавляется, вот, сироп этот потом, то есть вы, допустим, открыли, скушали сами абрикосы консервированные, а сироп можно, кстати, даже разбавить обычной газировкой, газированной водой, и у вас получится лимонад абрикосовый, что-то типа того, или просто водичкой разбавить будет, типа, типа морсика, вот, так что вот таким вот, вот так вот я сделала, насчет персиков, не знаю, как насчет персиков, кто-нибудь консервирует персики, если их купить, и вот так же сконсервировать, не знаю, напишите, если кто консервирует, напишите, но, наверное, персики должны быть не переспелые, а такие нормальные, ну, в общем, короче, первый раз делаю, одним словом, посмотрим, как они у меня, не взорвутся ли все банки, вот, вы же понимаете, да, поэтому я, вот такие вот у меня, вот так вот красивее смотрится, да, так красивее, без этикетки, надо этикетки эти, мне все время лень их обрывать, вот, поэтому я, короче, ладно, короче, вот так, вот такая вот красота, на самом деле, я смотрю на них, у меня уже слюнки текут, потому что я очень люблю, я в ленте, ну, кто смотрит мои закупки в ленте, наверное, видели, что я покупаю вот эти персики консервированные, мне очень нравятся, мне и детям нравятся, я решила в этом году сделать сама, я молодец, несмотря на жару, духоту, я все равно начала потихонечку делать заготовки, теперь у меня это постоит, вот так закутано, до полного остывания, я сейчас еще сюда, такое у меня есть, ну, такое потолще полотенчика, положу до полного остывания, и потом уберу в кладовку, в прохладное место, и все, так что красота, в общем, я напишу количество, ну, сколько сахара нужно, да, вот, по рецепту, который я нашла, сама суть понятна, да, залили, 15 минут постояло, вылили сироп, прокипятили еще раз, и залили снова, вот, ну, ингредиенты сиропа, в общем, напишу, под видео, я, кстати, сейчас нанесла, вот этот вот карандаш, от Гош, такой вот яркий, и вот этот блеск, точнее, не блеск, это масло, оно реально, как масло от Кларанс, ну, очень схоже, по крайней мере, очень такое приятное, ну, класс, мне нравится, я люблю такое, летом яркую, я вообще в последнее время стала любить яркие помады, так что супер, в общем, сделала еще вечером по-быстренькому абрикосы, на самом деле, сегодняшний день, я с утра в разъездах, потом пришла, так немножко убрала, вам все показала, поснимала, и закрутила абрикосы, и все, больше ничего не делала, благо, у меня в холодильнике была, была еда еще, вчерашнего дня оставалась, на самом деле, в такую жару, уже хочется, чтобы пошел дождь, потому что, знаете, такая вот, такое ощущение, что сейчас гроза будет, такая вот прям духота стоит, такая, наверное, ночью будет гроза, вроде обещают, что дождь завтра, вот, и делать что-то вообще невозможно, просто ты стоишь, вот я сейчас стояла, крутила эти банки, ну, как крутила, что там банок-то, всего ничего, сироп быстренько сварила, да и все, но все равно, около плиты стоишь, и просто, 7 потов с тебя сходят, как в сауне, вообще кошмар, вот, в общем, вот так, в общем, на сегодня я уже буду с вами прощаться, я надеюсь, что вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным, интересным, ссылки все оставила, не забывайте подписываться на мой канал, всех люблю, целую, до новых встреч, –